здравствуйте дорогие друзья мы всегда не успеваем рассказывать о главе я сегодня вообще иначе предлагаю построить урок малюсенькими кусочками о всяких вопросах которые там подымаются золотой телец много говорят про этого золотого тельца люди согрешили все на самом деле это совсем другой символ он показывает нам простую вещь сегодня каждый человек который берет что-то и жертвует он как бы свое отдает это значит он расплавляет кусочек золотого тельца вот в чем суть здаки слово вообще эти саму то это перепись да она имеет еще дополнительный перевод вы говорите поднять зайти там слова носить президенты происходит с того же корня что и как бы здесь и поэтому учитывая вот эти грамматические тонкости которых я не вхожу да можно дать дополнительный смысл вообще все в торе имеет смысл здесь глубокий смысл если желаешь подняться на более высокую духовную ступенечку научись правильно оценивать свои поступки подумай чего тебе не хватает что отсутствует твоей жизни чем что надо исправить чтобы стать лучше вот такой только такой регулярный объективный подсчет может поднимать помочь человеку подняться выше что еще записано каждый должен принести что написано искупительный дар в на туда дадут на иврите это слово считается слева направо и справа налево одинаково из этого что учат мудрецы что тот кто помогает своему ближнему он получит обратно все от всевышнего и у него не будет это это недостатка в этом не будет по крайней мере что он отдал недельной главе рассказывается еще там огненной монете которую всевышний показал всевышнему пол шекеля и так далее почему именно огненная монета говорят мудрецы что когда помогает человеку с кислым выражением морды лица да невозможно он должен ведь искупить грех эта монетка ты дал что-то она должна искупить грех а когда у тебя морда другая это не от души не от сердца оно не работает получается ты дважды по еще и отдал день еще и не сработало когда дают и помогает другом от души и там когда тепло какое-то есть да ну тогда эта помощь поднимается на очень высокую такую высоту и написано что да она соответствует горящей монете откуда вообще вот это и дело поклонств откуда такая идиотская вот появилась странная скажем идея поклоняться предмету сотворенному человеком человеку надо просто написали мудрецы что человеку свойственно искать в всяких областях вот абстрактных духовных зримые формы ощутимы чтобы за что-нибудь уцепиться там абстрактная но сложно и золотым лицом ли речь не шла еще раз повторяю замене бога идолом они хотели заменить маше посредника но ни в коем случае этот человек который вывел нас но ни в коем случае не бога это кстати совершенно современный сюжет не отталкивая бога тем не менее многие все на всякий случай служат другому идолу там карьере и политике там я знаю каким-то другим духовным практикам золото тоже превращается в большинство в наше время знаете все это хорошо это все рассказывается о проблемах которые есть но это глава рассказать нам еще очень важную вещь что все равно в душе человека есть мешканчик и все равно если человека правильно разбудить вот как урок какой-то может быть какой-то прочитанная книга то у человека все равно он идет расскажу короткую историю раф шмарьягу иуда лейб медалье это занимавший пост главного раввина москвы великий человек в сталинское время воевал за последние тлеющие так сказать еврейские угольки и вот емкипур 1936 год кто правильно понимает что это такое емкипур выпал на субботу и естественно сразу коммунисты объявили что субботник в этот день всем явиться так и следили чтобы никто не пришел в синагогу но синагога была набита битком и выступил раф и он сказал следующее слово он сказал что в одном местечке состоявшим из одной улицы пришли однажды два еврея крови ну и принесли с собой петуха каждый из них утверждал что живший по разные стороны улицы что петух принадлежит ему и оба хотели чтобы раввин рассудил раввин подумал немножко да и сказал следующее что надо поставить петуха посреди улицы и посмотреть куда он пойдет если он пойдет к одной стороне это докажет что он принадлежит одному если к другому к другому вот такую притчу рассказал раввин перед тысячами евреев и наутро он был арестован и его убили места захоронения даже нет вы знаете у человека все равно в душе самый большой критик там когда в окопах нет атеистов был такой маше снэн генеральный секретарь израильской компартии еще до мэйра виллера он был страшно воевал против и вообще с религией не хотел даже речи даже когда заходила речь такое трусило его и когда он умер то его семья была в полном шоке когда в завещании он попросил похоронить его завернутым в талит и читать по нему кадыш поэтому человек это мешкан просто не всегда видно насколько святость у него внутри поэтому надо просто покопаться в себе и найти это и видеть это в других людях